С понедельника 26 марта 2018 года на первом канале состоится премьера сериала «Тот, кто читает мысли». Сериал состоит из 16 серий и будет показываться в будние дни сразу после программы «Время». В данном видео можно ознакомиться с кратким описанием сериала. В кабинете генерального директора металлургического холдинга «Твёрдый сплав» Вадима Королёва обнаружен труп его зятя Сергея Мухина. Начальник службы безопасности фирмы указывает детективам на пропажу из помещения баснословно дорогой картины. Следователи приходят к выводу, что убитый Мухин причастен к похищению полотна. Однако Романов уверен в невиновности мужчины. Опросив вдову Мухина, Романов и Филатов выходят на искусствоведа Ядвику Марковскую, которая была нанята Королёвым присматривать за его коллекцией предметов искусства. Марковская рассказывает Филатовой о неком влиятельном бизнесмене Шустере, у которого Королёва на аукционе буквально увёл картину из-под носа. Жильцы элитного загородного посёлка потрясены убийством фаворитки местного светского общества Ларисы Михеевой. Её отравили во время вечеринки, подмешав цианистый калий в вино. Лариса была успешной бизнесвумен. Её авторская бижутерия пользовалась спросом, и порой доходы Михеевой перебивали доходы её супруга. Романов не подозревает мужа убитой, но уверен в том, что преступник находится среди обитателей посёлка. Романов и Белов наносят визит в местное женское общество, чтобы при помощи харизмы и интуиции выведать немало секретов богатых и знаменитых дам. Находясь в отделе, Романов получил смс-сообщение о заложенной взрывчатке. Интуиция приводит его на парковку у здания, где в стоящем микроавтобусе он видит связанного мужчину с привязанной к телу бомбой. Данил пытается спасти несчастного, но не успевает. Филатовой удаётся оттащить Романова от машины в последний момент. Однако в результате взрыва Данил теряет зрение. Погибшим оказывается Евгений Комаровский. Это имя ни о чём не говорит Данилу, но Романов уверен, что корни этого преступления уходят в экстрасенсорное прошлое. В лесу у посёлка местные мальчики находят тело подростка Ильи Власова, лучшего футболиста молодёжной команды. Вокруг убитого свечи и пиктограммы, что указывает на ритуальный характер преступления. После разговора с родителями Ильи, следствие обращает внимание на местную ведьму, Луну, молодую девушку, увлекающуюся аккультизмом. У Луны и Ильи личные счёты, он якобы украл и убил её сову. Вторым подозреваемым оказывался суровый тренер Власова, Валерий Микулин. Накануне убийства между Ильёй и Микулиной произошёл серьёзный конфликт. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.